Так, я устал, много работаю и мало получаю. Или получаю недостаточно. При этом у меня нет сил на то, чтобы вести блог. А если дело доходит до блога, у меня не хватает дисциплины, у меня не хватает системности, и, видите ли, мне нужен пинок. Ну, и сил-то нет. А уж если я вышел, начинаю что-то говорить, то я боюсь сказать что-то неправильно. Мне вообще стыдно, что обо мне подумает соседний профессионал, что он скажет о том, что я такой некомпетентный, здесь рассуждаю вообще, что сиди лучше дома и молчи. При этом с каждым днем я все злее, мне не нравится моя жизнь, я просто смотрю на все вокруг, я это ненавижу, из-за этого я ненавижу людей, из-за этого у меня все рушится. При этом я даже не могу себе позволить просто отдохнуть, потому что если отдыхаю, у меня нет денег. А чтобы у меня все было хорошо, мне нужны деньги. И вот такой прекрасный порочный круг. И давайте вот здесь секундочку остановимся, да? Случит как-то не очень здорово. Со мной привыкайте. Надо отреть. Надо открыть глаза. Да, неприятно. Да, стыдно. Да, в этот момент ну прям стыдно. Но ничего страшного. Вы не одни такие. Так бывает. Лучше увидеть. Поверьте мне, поверьте. Лучше увидеть. Это все. Ставит нас в жесткую зависимость. В клетку от мнений других людей, которые часто цирать на нас хотели. И зависимость от денег. Я специально купила карту желаний. Все загадывают себе богатство, успех. Почему никто не учит тому, что я вам сейчас буду объяснять? Почему не учат самому главному? Всем большой привет. Меня зовут Катя Кирьянова. Я рада приветствовать вас в этом видео про 11 шагов, чтобы зарабатывать и не работать. Как мы разделим эти понятия? Я блогер, полиглот. Я никогда не работала в найме. Я только проходила пару стажировок после университета в 2017 году. Я работала в Чили, Малайзии, жила в Швейцарии. Я говорю на пяти языках. И основной мой блог Катя Туру на испанском языке. Я сбежала от русского хейта, потому что тогда не понимала, зачем я это делаю. Была вести блог на испанском. Теперь у меня клиенты со всей Латинской Америки, США. Испаноговорящая, англоговорящая. И получается так, что на русском языке я меньше представлена, чем за границей. Но тем не менее. У меня успешные ютуб-каналы. И я, как вам говорю, никогда, несмотря на все кризисы и смену разных сфер деятельности, я ни разу, ни в один из кризисов не выбилась из состояния свободы, в котором я сама выбираю, чем я занимаюсь, сколько в день, когда, и хочу я это делать или нет. Я здесь, чтобы помочь вам сделать шаг в том же направлении. Начнем мы с того, что хотите вы этого или нет, мир стал доступней. Раньше мы жили и видели только то, что происходит вокруг, а теперь почему-то в телефоне, в соцсетях, на сайтах везде появляются люди, о которых мы, может быть, никогда и не узнали. И это и плюс, и минус. Я вам предлагаю рассмотреть это как возможность контакта с наибольшим количеством людей в ваших интересах. Если вы сейчас на текущий момент не представлены в онлайн-пространстве, то есть у вас есть какой-то имидж в реальной жизни, возможно, с опытом, возможно, со статусом, с достижениями, но нигде в интернете это не отражено. Или не отражено так, как вам бы этого хотелось. И я вам предлагаю рассмотреть эту возможность вообще, в принципе. Да? То есть мы хотим представиться в диджитал-пространстве. И отделяемся от мысли, что нам теперь придется выкладывать личную жизнь, или что это что-то, что может пойти нам во вред. Это все в наших руках, абсолютно в нашем контроле. И я знаю, как стыдно и больно бывает признаться самому себе, что мне не нравится моя жизнь. Что я, в общем-то, в жопе. Что бывают моменты реального кризиса. Не просто. Те, кто в найме, возможно, у вас больше привычка быть в комфортной зоне, и из нее, может быть, даже сложнее выбраться, чем пройти через реальные провалы, где у тебя, в принципе, нет вариантов, тебе надо просто двигаться в направлении выжить. И я здесь с вами, потому что только за прошлый год я прошла минимум три таких кризиса. Я здесь оставлю видео, как в ноябре 2022 года я сижу в своей ужасной квартире, которую я ненавидела, и плачу от того, что мне опять, опять, в сотый раз приходится начинать с нуля. Что делать дальше? Если честно, мне было очень стыдно выкладывать это видео. Через пару месяцев я его скрыла, потому что, когда мы в моменте, и мы видим, что вот сейчас я в жопе, этим очень сложно поделиться, это очень стыдно. Пройдет месяц, пройдет два, и мы хотим уже показать, ну, хоть какие-то результаты, уверенность, потому что, и сказать, а, это уже все прошло. Но на самом деле так бывает. И я хочу, прежде всего, вас поддержать и показать нам, что в любой момент времени у нас есть возможность выбрать что-то другое и получить результат. В середине августа 23-го года я вернулась из США с нулевым заработком после поездки, которая забрала у меня все остаточные деньги. Мой партнер отказался от меня, у меня не было вообще никаких проектов. И я умудрилась одна за три месяца запуститься на миллион рублей. Это не просто слова. Дальше в феврале у меня был сложный период, и я рассталась с молодым человеком, узнала, что он меня обманывал целый год. И я оправилась за четыре дня. Через неделю я уже поехала в отпуск на Мальдивы. Не потому что я психанула, а потому что у меня был запланирован отпуск. Я могу, могу, да? Не просто хочу, а могу. Смотрите видео до конца, чтобы вы тоже смогли. Что такое непроявленность? Явиться. Это значит, что я не разрешаю себе жить. Я не живая. Если вы задумаетесь зажатости, все, где у нас не течет энергия, где есть напряжение, а все, что я перечислила, это оно. Я себе не даю здорово жить, я себе не даю спокойно жить. Я живу вот в скованном состоянии, в страхе напряжений, в нелюбви, ни к себе, ни к кому, ни к миру. У меня отсутствует смысл в том, что я делаю каждый день. Я просыпаюсь, и я не хочу делать то, что я делаю. То есть я не вижу смысла. Мне это не дает энергию смысла. Запрос выглядит так. У нас два типа людей. Либо зажатый, скромный, умный, талантливый эксперт, которого надо за уши вытаскивать, потому что он нормальный, и заставлять проявляться. Либо смотрим сразу пример московских ребят, которые все очень блогеры, да, сели с микрофоном у подкаста и вещают. Очень проявленные. Но что они говорят? Что и кому они там говорят? Недостаточно просто сесть с микрофоном, а при этом те, кому есть что сказать, дяты молчат. Поэтому эти 11 шагов, они к тому, чтобы у тебя было больше вариантов. Чтобы ты не то чтобы стал популярным, стал богатым, вот так. Нет. Сейчас, сделая чуть-чуть направлении того, чтобы выйти из этой зависимости, я поработал, заработал, начать работать меньше, зарабатывать больше, и это уже для тебя будет качественный шаг, новый, начало для того, чтобы построить другую жизнь. Ты дальше уже сможешь понять и выбрать, сколько тебе нужно, в какой момент ты хочешь остановиться, или вот сейчас уже достаточно, или нет, я хочу расти дальше. Но ключевое при этом не понять, как залетают рилс. Не понять, как же, наконец, мне записать говорящую голову. Не понять, откуда взять клиентов. Нужно глобально, глобально понять, что движет людьми. Учесть вообще других людей. Потому что все мы хотим денежку, а денежка есть у людей. И для людей денежка точно так же важна, как и для тебя. Да? Все хотят денежку. Но никто не хочет открыть глаза и посмотреть, что вообще и для кого они делают. Итак, 11 шагов, чтобы выиграть в этой игре. Не зависеть от людей, не зависеть от денег и просто спокойно, счастливо жить. И первый, первый, первый шаг — это захотеть себе такой путь. Свобода, выбор, варианты. Это, с одной стороны, что все хотят. Да? Почему все хотят и мало кто может себе это позволить? Потому что свобода — это не так просто, как кажется. Свобода — это ответственность. Это значит, что я осознанно говорю «нет» всему тому, что меня не приведет к моей желанной точке. Задумайся. После университета особенно все выходят, и вот у нас все пошли в крутые компании, на крутые позиции, и сразу много денег, и я сразу для себя, для меня, да, было очевидно, что я не хочу работать 60 часов в неделю, даже на самой крутой, консалтинговой, офигенной, вообще перспективной работе, просто всерая свою жизнь там. Да, это так можно, я уважаю этот выбор, все хорошо. Это не для меня, да? Мне прекрасно будет житься по-другому. И я выбрала для себя по-другому. Я поехала работать в Швейцарию, там я не нашла работу из-за паспорта, плюнула, поехала в Малайзию. Мне предложили работу в Сингапуре, и там я начала первый раз привыкать. Я почувствовала, что я хожу на работу, и я такая уже, а, ну, в офис, да, пойду. Это было три месяца, ну, с сентября по декабрь. И я реально начала обтягиваться, потому что там делать особо ничего не надо. Ты вот, ну, ты едешь, да, в поезде, который кто-то поставил на какие-то рельсы. Даже интересно, но опасно, потому что завтра ты не сможешь не пойти на эту работу, чтобы жить так, как ты привык. Да? И вот я еду в Россию, открываю ИП, говорю нет Сингапуру. Понимаешь? Это значит взять ответственность за то, что я хочу, и реально это выбрать. Тебе не обязательно делать такие действия, но это значит, что уже в сегодняшней ситуации нужно очень четко увидеть, что я хочу. Многие даже не задаются этим вопросом, а это самый важный вопрос. Зачем вообще все это? Только честно, зачем? Путь, где ты можешь решить, что ты хочешь. Где ты можешь решить больше, чем сегодня. Успех для каждого свой. Второй шаг. Это уважение к себе. Ну, это самый сложный шаг. Это долгий шаг, но хотя бы его нужно обозначить. Я вам сейчас говорю, что, а на вопрос, как, мы будем уже отвечать вместе, на курсах, на консультациях. Но нужно понять, куда мы идем. Заметить и принять себя. Мне нужно, чтобы вы поняли, что если вы уставший, без сил, без энергии, несчастливый, то ничего без вас не будет. Люди, которые вокруг вас, дети, коллеги, все, им будет хуже, если вам будет хуже. И никто больше, кроме вас, не ответственный за ваше состояние. Ну, мне прежде всего важно, чтобы вы просто увидели вообще свою жизнь, что у вас вообще-то вот своя жизнь. Она вот одна, ваша жизнь. И ее надо уважать. То есть, если вы что-то хотите, у вас вообще, скажем так, у вас есть право хотеть, чтобы вам было хорошо. У вас есть право estar bien. Да? Быть в хорошем состоянии, чтобы у вас было все хорошо. Я тебя люблю. И это, это постепенно. И это очень большая разница между я себя люблю, где я себя люблю, да, вы все говну. Я реально ценю. Ну, то есть, просто я как бы здорово о себе забочусь. Я хочу есть, хочу спать, хочу пить, хочу гулять. Не знаю, хочу делать то, что мне интересно. И не хочу делать то, что мне не интересно. Вот так, глобально. А дальше только так. Только разрешив себе быть злым, добрым, в хорошем настроении, в плохом настроении, неудобным. Разрешить себе, ну, быть просто. Вот могу так, могу так. И это нормально. Только после этого может прийти самый важный шаг для предпринимательства. Это увидеть других. Уважать других. Это такая основа, которая почему-то, почему-то почти никому не понятна. Потому что мы все время требуем. Из-за того, что мы сами удобные для кого-то. Из-за того, что мы привыкли. Ой, ну, я вот неудобно. Я посижу, потерплю. Да, мы страдалкины все время. Из-за этого мы ожидаем, что другие люди должны страдать. То есть, тебе не нравится мой пост? Лайкай, скотина. Куда отписался? Вот такая логика. Она нам будет очень сильно мешать. Бесполезно прорабатывать хейт. Вы тут меня судите. Если не понять эту простую логику. Ага. Уважаем других. Они имеют право не любить то, что ты делаешь. Не хотеть смотреть то, что ты делаешь. Или хотеть смотреть то, что ты делаешь. Если им интересно. И вообще, как бы нам нужно будет с вами сместить фокус. То есть, того, что я хочу, яхта, массаж, мальдивы и так далее. На то, что хотят другие люди. А о чем они-то вообще живут? Посмотри внимательно. Люди вокруг ходят. Ты хочешь, чтобы они у тебя что-то купили. А они про что живут-то вообще? Да? Я открыла недавно. Какие самые главные проблемы в обществе называют люди? Статистика, повышение цен, нищета. У людей другие проблемы. Реально, понимаешь? И это нужно учесть. Когда ты позиционируешь свой продукт. И больше всех в мире зарабатывают те, кто искренне служит другим людям. Кто понял их мотивацию. И искренне дает им то, что они ищут. И это все четыре. Четвертый шаг может быть в формате и должно быть в формате выиграл, выиграл. То есть, мы не ищем какого-то служения в кавычках чужим нуждам, когда мы страдаем, а кому-то хорошо. Мы никогда не соглашаемся в будущем на клиентов, с которыми нам плохо, которые нас не уважают. Мы стремимся к ситуации, где мы делаем то, что нам нравится, то, что мы знаем, то, что мы делаем хорошо. И люди искренне, искренне ищут, чтобы им кто-то помог именно в этом. При этом мы, естественно, хотим за это денег, потому что это наше время, наши годы образования. Это просто, ну вот, это наш хлеб. При этом люди очень радостно несут нам эти деньги, и они будут на выходе благодарны. Если ты их уважаешь, ты их не хочешь обмануть, ты не выстраиваешь эти отношения ради того, чтобы, ну, просто продать один раз, и все, он меня никогда больше не увидит, как бы я поехала в отпуск. Нет, мы живем из уважения, из того, что реально я сейчас принесу пользу. Я уважаю себя и свою жизнь, то, что я умею делать, я принесу пользу. И при этом мне заплатят, мне будет хорошо, человеку будет хорошо. Только так. Дальше очень важно, я уже сказала про эго, нужно в этой всей конструкции, ну, как бы быть поскромнее, да? При том, что у нас есть вот эта здоровая самоценность, но почему-то нам очень важна именно личная оценка наша, что люди подумают лично о нас. Всяческие виды оценок, они красят мир в плохое и хорошее, черное и белое. И как будто бы все плохое, что обо мне скажут, что я глупая. Это лично меня обижает, как будто вешает на меня ярлык плохого человека. На моих курсах мы будем практически, практически выходить в отстраненную, очень такую безопасную позицию, где наша репутация не под угрозой. То есть мы хороший человек, вне зависимости от того, что про нас скажут. И здесь очень важно понять, какая у нас цель. Если ты реально хочешь иметь свободу, больше вариантов, больше денег, если ты реально хочешь туда пойти, то мы это ставим настолько в приоритет, что снижаем значимость всего остального. Пусть каждый другой человек занимается своей жизнью. А я буду заниматься своей. И моя жизнь сейчас в том, чтобы вам рассказать про то, как зарабатывать деньги в интернете и меньше работать. И я не думаю, что про меня подумает сосед, что скажет подруга, когда я выложу много сториз. Потому что это не важно по сравнению с моей целью. Запомните, мы можем контролировать, только то, что делаем мы. Вот ровно метры вокруг нас. Это в рамках нашего контроля. Дальше люди могут вас не любить. Мы не можем их заставить. Мы не можем никого заставить себя любить, лайкать, смотреть, в отношениях нас любить. Не можем. Но мы можем сделать так, чтобы людям понравилось, что мы делаем. Со своей стороны дать все и расслабиться. Дальше мы шаг 6 отделяем эмоции от поступков. Отделить эмоции от поступков означает, что как бы мы себя не чувствовали, мы должны следовать плану действий. Это очень важная, очень глубокая мысль, которая распространяется на всю жизнь. Блогинг сам по себе, вы заработаете свои деньги, но нам важно быть счастливым во всей этой конструкции, довольным и принимать, выдерживать разные ситуации в жизни. Поэтому разделите, пожалуйста, свои эмоции по отношению к людям, событиям, свои настроения, падения и поднятия настроения и то, что вы реально делаете. Пример. Мне не нравится какой-то человек. Это мое личное чувство. Оно почему-то возникает. Мне неприятно. И дальше. При этом у меня есть разные варианты действий. Если я из чувства буду действовать, из чувства действовать очень опасно, потому что чувства переменчивы, и мы в этот момент нерационально поступаем. И, как правило, мы из чувства, мне не нравится, делаем действия, например, обижаем человека в автобусе. В общем-то, человек не заслужил. Или, наоборот, мы кого-то очень сильно любим, и этот человек нас бьет по голове. И мы из-за чувства, из-за того, что мы любим, влияем на поступок и позволяем себя ударить. Представь, что это хейтерский комментарий. Я хочу угодить, поэтому я скажу, ну ладно, комментируйте меня, ну ладно, скажите что-нибудь плохое про меня, ничего страшного. Или я из-за того, что мне неприятно, что меня критикуют, перестаю постить. Нет. Если вы обратите внимание, подумайте о любом успешном человеке, блогере, которого вы смотрите, или кто выпускает новости, какие-то паблики, времени 5 утра, а человек уже поработал для того, чтобы ты прочитал. И он, может быть, в этот момент был сонный, или у него болел живот, но он сделал свою работу. И очень большая разница, и здесь нужно реально действовать наоборот. Как часто ты работаешь, когда тебе плохо, так делать не надо. Но одновременно с этим, когда у тебя настроение не вести влог, или когда тебе просто лень, а реально надо сделать, да, или страшно, но надо сделать, мы не делаем. Почувствую вот абсурд. Сначала я выбираю себя, мне хорошо, я не забью на свое здоровье, иначе всем будет плохо, иначе мы обидим всех остальных, обиженные обижают. Но при этом я знаю свой долг, мне приятно просыпаться, чтобы люди потом прочитали, что я напишу. Почувствую разницу. У меня другой темп, у меня другая мотивация, мне реально в кайф работать. Мне в кайф. Вот к этому мы стремимся. Наблюдаем за эмоциями, при этом делаем свое дело. И дальше, прежде чем выпускать продукт, прежде чем рисовать картину, делать задание, тренировку, курс, спросите. Это супер урок, неочевидный, но он так облегчает жизнь. Это настолько простая, но гениальная истина. Просто спросите, что им интересно, что им нужно. И не делайте никогда то, что вы придумали, и уверены, что это должно всем зайти. Никогда. Ну, или на определенном этапе, когда у вас уже будет интуиция, ощущение рынка, но не в начале, не с каким-то проектом, который вы будете делать год, вложите деньги, средства, энергию, ну, все, вложите туда, а оно окажется никому не нужно. Пожалуйста, не надо так делать. Договорились? Да? Им не обязано нравиться то, что мы придумали, и наоборот, если им что-то нравится, мы можем дать им что-то подобное. Все. Никаких оценок. Плохо, хорошо, блин, я придумал говно, оно никому не нужно. Нам не нужны лайки сами по себе. Давайте думать о смыслах каких-то более глубоких. Если мы делаем что-то, что нужно людям, мы всегда будем при деньгах. И здесь очень важный этап найти этому доказательства. То есть мы идем и смотрим запросы Яндекс, Ютуб, мы не стремимся выпустить что-то, что еще никто не придумал. Сейчас вот я сделаю, и у меня видео залетит. Нет. Нет. У нас всегда другая стратегия, прежде чем что-то делать, мы ищем подтверждение, что там есть спрос. Конкуренция, ничего страшного. Пусть каждый занимается своим делом, поверьте, найдутся у вас ваши клиенты, и вам нужно думать только о себе и тех, кто к вам придет. Ваша услуга уже должна существовать. И дальше мы работаем с представлением, с настройкой. Только тогда, да, эти все волшебные инструменты, визуализации и так далее, они работают очень точечно, очень чуть-чуть и в нужный момент, когда вы уже увидели, ага, вот так может работать, и теперь вам нужно это ощутить. Представьте, это, есть такая даже техника as if по-английски, когда вы начинаете вести себя, как будто вы уже чего-то достигли. Зачем? Потому что сейчас у вас ничего нет, сейчас у вас нет результата, и вам кажется, что его не существует. а я вам показываю, смотри, я на Мальдивах, мне приходят оплаты за курс от человека, когда я даже не вела сторис в этот момент, просто у меня курс по русскому языку, и клиенты как-то сами меня в интернете нашли по рекомендациям, они уже искали курс по русскому, я его не придумала, не знаю, не изобрела курс по чесанию, это курс по русскому, он им нужен, они пришли, им понравилось, и они просто купили. Вот, это так работает, и тебя также будут находить, ты будешь также нужен, и это нужно настолько представить, прямо ощутить, закройте глаза, и представьте, что не надо миллиард представлять денег, нужно что-то реальное, вот представь, приходит оповещение, здравствуйте, а сколько стоит ваш курс, а как оплатить, а что включено, и все, и это следующий шаг, к которому мы идем. Дальше, ну, конечно, потом приходит время действовать, дальше, нам нужно понять, какие инструменты нам нужны, и мой метод сейчас основан полностью, практический метод, основан на трех основных столпах, первый, это личность, сколько я сегодня говорила про ощущения, эмоции, про то, чего ты боишься, не боишься, в итоге люди притянутся к человеку, который сам прошел какой-то путь, который сам знает, что им нужно, а знает, что другим нужно лидер, тот, который посмотрел внимательно, что нужно моим ученикам по-русскому, я работала для этого много лет, вы работали в своей сфере, чтобы увидеть, да им вообще не это нужно, нафиг им грамматика эта сложная, им нужно выучить сколько-то фраз в начале наилучить, и им это даешь, и люди счастливы, да, и вам нужно также будет понять формат, ну, как бы, что нужно людям, тут, конечно, выбор за вами, можно оставаться в тени, и продавать только фотографиями, постами, но в современном мире мы намного эффективнее все делаем через видео, ты как будто знакомишься с человеком, так покупают быстрее, выбирай сам, и при этом, конечно же, будут слушать человека, который уверен в том, что тебе это нужно, я знаю, что тебе это нужно, не потому, что я хочу впарить, а потому, что я позавчера был на твоем месте, и я видел, как люди проходят через это, тебе сейчас нужно именно это, тебе нужно работать над личностью, тебе нужно узнать инструменты и проработать то, как ты вообще позиционируешь свой продукт, что ты продаешь, кому ты продаешь, это инструменты, и меня спрашивают, Катя, я не знаю, когда постить, я не знаю, откуда взять клиентов, я не знаю, что постить, какие темы, как вот этого делать из стори-теллинг, как подводить к какому-то выводу, а не просто в лоб говорить, это инструменты, им я тоже учу, да, там есть в чем покопаться, но как-то делать лучше, чем никак, и вы это сможете, точно, по-своему сможете, и третий, третий столб, это системность, системность, это наша дисциплина, это то, чтобы был план, чтобы мы не действовали, сегодня я встала, хочу снять про это, привет, вдохновились, чао, я так не буду тебя читать, извини, потому что у меня есть свои дела, а чтобы заинтересовать долгосрочно, чтобы клиенты у тебя покупали не один раз, чтобы за тобой следили долгое время, для этого нам нужна системность, нам нужен другой образ жизни, и мы это будем учиться внедрять, поэтому глобально мы с вами решаем все наши проблемы, выходим вот на этот новый путь, где я знаю, чего я хочу, и у меня весь мир делится на два типа вещей, людей, поступков, которые меня приближают к моей цели, и которые меня отдаляют от моей цели, и каждый раз, каждый раз, когда у тебя будет возникать вопрос и неуверенность, надо так делать или нет, задавай себе ровно этот вопрос, вы как хотите, там, идите, работайте в офисе, что хотите, делайте, я хочу в какой-то момент зарабатывать в интернете, и этот шаг сегодня, приоритет мой, отдается тому, чтобы идти туда, я реально хочу, и мое решение жить здесь, вот так провести свой день, вот туда слить свою энергию, оно меня приближает или отдаляет от моей цели, и когда вы будете в нормальном состоянии, с нормальной работой, которая записана, упакована, представьте, что вам не надо ее повторять, делать миллион раз, вы можете достучаться до сотен, тысяч людей, которые очень бы хотели, реально, очень бы хотели узнать, может быть, вы сделаете свой курс не на русском, а на испанском или на английском, как мои кейсы, например, Луиза, тогда вам, вам будет просто очень круто жить, понимаете, будет круто, вы будете в кайф делать то, что вот сегодня актуально, сегодня актуально с такими-то людьми поработать, и я им дам сегодня что-то в креативной, новой форме, у меня есть на этой энергии, потому что у меня все хорошо, у меня все хорошо, и моя жизнь, соответственно, легкая, радостная, при этом я не бегаю за людьми, мне больше не нужно из позиции нужды выпрашивать, если вам это актуально, если вы знаете, что хотите, и что вот это все имеет смысл, но теперь вопрос, Катя, а как? Что делать-то? Как? Личность, инструменты, системность, как? как меня споить, помимо своей, я и так занят весь день, еще и профессию блогера и маркетолога, это я как бы как должен все сам сделать, все реально, сейчас я набираю группу на два с половиной месяца, наведение, как раз такое стратегическое упаковывание, упаковку профиля, продукта, проработку всех элементов, которые я сегодня упоминала, чтобы вывести вас на точку, где вы знаете, как, знаете, что, и знаете, самое главное, зачем. Также приглашаю на индивидуальную консультацию, если вы уже ведете блог, или хотите начать вести блог, есть такой формат, сейчас только в марте прийти на консультацию разовую, с запросом, ну вот таким, точечным, на какую-то конкретную тему, я оставлю ссылку в описании, спасибо большое, что посмотрели, я вам желаю вдохновения, желаю найти в себе, ну вот это ощущение воли, оно очень важно в любом деле, и оно в каждом из нас есть, и теперь let's talk downstairs, it's your turn to go, ваша очередь бить по мячику, и если хотеть распрямиться, вдохнуть и начать действовать, приглашаю вас, клик сейчас, записывайтесь в предзапись в группу и на индивидуальную консультацию, удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!